Девушки отдыхают Итак Атмосфера Зонаду содержит метан и аргон Холодная поверхность состоит большей частью из калия Встречаются залежи кальция Ввиду удаленности от центра системы и отсутствия центральных и осуществеценных ресурсов Планета не представляет особого интереса Зато цвет красивый Нирвана имеет крайне разряженную атмосферу из ксенона И криптона Поверхность состоит из водяного льда и оксидов железа В крайне в районе экватора встречаются калиевые образования криовулканического происхождения Нирвана не представляет коммерческой и научной ценности Насколько несколько геологических исследовательских станций были построены в начале 2160-х годов Но все они со временем были закрыты Альянс поддерживает работоспособность автоматической станции по расщеплению льда Создающий большой запас диетериумного топлива для кораблей флота Вот такой вот занятий у них Сион Сион водородно-гелевый газовый гигант превышающий по размерам Юпитер Несмотря на сильную гравитацию и высокий уровень радиации на планете Имеется небольшая инфраструктура по переработке гелия-3 Причина банальна Сион является единственным газовым гигантом в системе утопии И соответственно единственным источником топлива для космопортов и электростанций Нейден Прайм У Сиона 112 спутников От захваченных астероидом до астрофедия Асфоделя Точнее, которая имеет достаточно большие размеры, чтобы удерживать плотную атмосферу Иден Прайм Это живописная планета, на которой процветает сельское хозяйство Стало одной из первых колоний землян за пределами Солнечной системы Биосфера Иден Прайм удивительно хорошо подходит для распространения земных форм жизни Природное изобилие стало причиной притока большого количества иммигрантов И привело к значительным инвестициям со стороны альянса системы и различных корпораций В настоящее время Иден Прайм представляет собой идеальную модель устройства и организационного развития Устройчивого Почему-то я сегодня заикаюсь больно сильно Ну, точнее, запинаюсь, простите Население проживает в экологических сооружениях, которые эффективно используют пространство И возвышаются над тысячами километровами Километров зеленых полей и фруктовых садов Короче, ладно Это довольно хорошая большая колония, которая чувствует себя просто замечательно Аркадия Аркадия — это небольшая крупная планета земного типа, плотный атмосферный слой которой содержит азот и гелий Поверхность температуры, которая чрезвычайно высока, состоит большей частью из щелочного базальтового Часто встречающиеся зажали... Пу, блин, залежи! Различных металлов Несмотря на впечатляющие базальтовые колонны, создающие красивый пейзаж Недружелюбная окрушающая среда сдерживает коммерческие развития Аркадии Вот, собственно, здесь мы больше ничего не найдем И теперь самое главное Асгард А именно... Астроид Х-57 Ну, что такое Асгард, я думаю, вы и сами знаете Итак, Тюр По своему строению Тюр во многом похож на Землю Но эта планета находится в 4 Ае от Асгарда А ее атмосфера состоит большей частью из азота и этана Несмотря на хорошие условия для треформирования Наличие в этой же системе, заселенной и удобной для проживания Террановы Ограничивают потенциал Тюра Низводя его до роли вспомогательной планеты Почти сотни корпораций, принадлежащих как людям, так и инопланетянам Опутала поверхность Тюра своими добывающими и перерабатывающими предприятиями С дистанционно управляемыми машинами Местные ресурсы в сочетании с залежами платины на Терранове Служат сырьем для производства водородных топливных элементов В настоящее время доля этой продукции, произведенной в системе Асгарда На общегалактическом рынке составляет 4% 4% на всем рынке Локи – небольшая планета земного типа, почти не представляющего интереса Одно полушарие большой частью покрыто ледяной шапкой, другое – скалистыми базальтовыми плоскогорьями Грубая поверхность свидетельствует о возможном глобальном катаклизме, нанесшем значительный ущерб планете Это подозрение подтверждается и на необычно вытянутой орбите Локи то удаляется от Асгарда на 71 АЕ, то приближается на 6,5 АЕ Сканирование ледяной шапки показывает наличие под ней пересекающихся подземных тоннелей Некоторые из них имеют на удивление регулярную форму, поэтому первые экспедиции стремились обнаружить следы их искусственного происхождения Впоследствии, однако, был сделан вывод, что эти тоннели образовались естественным образом Тонкая атмосфера Локи состоит в основном из криптона и ксенона При приближении планеты к Пиригею замерзшие отложения триоксида и диоксида серы испаряются Образуя облака над поверхностью полушария, обращенного к Асгарду Дальше у нас есть еще две планеты, это Бёр Бёр — огромный газовый гигант с водородной гелевой атмосферой, вокруг которого обращается более 90 естественных спутников Его необычный цвет обусловлен ионизированным водородом, проходящим сквозь облака надрия Источник ионизации Ионизации, вообще, на самом деле, ну ладно, пока не установлен Но масса Бёрра равна массе шести Юпитеров И высокая температура свидетельствует о том, что эта планета вполне может быть небольшим коричневым карликом Газовым гигантом, стоящим на пороге превращения в звезду Сильная гравитация Бёрра затрудняет добычу ресурсов, но это единственный газовый гигант в системе Потребность водородия для местного производства топливных элементов, а также гелия-3, используемого как топливо для термоядерных двигателей Экономически оправдывает разработку планеты Так что планета вполне себе интересна Терра-Нова Терра-Нова была включена в список планет класса 1, пригодных для колонизации, открытых во время первой волны исследовательских экспедиций Альянсов в 2150 году Она стала второй колонией людей за пределами Солнечной системы и первой по ту сторону ретранслятора Харон Несмотря на то, что экваториальные области планеты занимают обширные пустыни, районы ближе к полюсам отличаются умеренным климатором Климатом Блин, хорош Колонизация происходила довольно медленно, до тех пор, пока в 2160-х годах не были открыты богатейшие залежи платины Этот редкий металл необходим для производства мощных и чистых водородных топливных элементов для частных кораблей Стал причиной настоящей платиновой лихорадки За последние 12 лет численность населения террановы увеличилась на 30% и темп роста не спадает до сих пор И теперь астероид Х-57 Х-57 металлический астероид, изначально располагавшийся в точке Лангранжа, позади газового гиганта Бера В связи с бурным развитием террановы потребовался новый орбитальный порт Из-за недостатка средств было решено очистить астероид Х-57 изнутри, а на средства от добытых материалов отделать внутреннее жилое пространство При помощи реактивных двигателей астероид удалось переместить с орбиты Бера на орбиту террановы Надо связать... Надо связать... Тьфу, недавно связь с инженерной службой на Х-57 была потеряна Реактивные двигатели оказались вновь запущены, в результате чего сейчас астероид движется на терраново Надо узнать, что произошло, иначе терраново будет больно Но нам же это не надо, правильно? Статус Сенсоры подтверждают, что астероид Х-57 осуществляет движение посредством трех реактивных двигателей На данном уровне ускорения столкновение астероида с планетой терранова произойдет примерно через 4 часа Анализ, остановка ускорения возможна при деактивации реактивных двигателей Эй, прием, я получила ваше сообщение, вы меня слышите? Меня еще не обнаружили, но долго говорить я не могу Прошу вас, отключите двигатель, иначе мы все умрем Боже, надеюсь вы меня услышали Да, мы тебя услышали Примерно 4 минуты, но на самом деле у нас намного больше времени, насколько мне не изменяет память Поэтому, почему бы там просто не изучить все здесь И начнем мы с вот этого непонятного вопросика Интересно, что же он нам предоставит Так, и что здесь такое? Это что-то мы не можем уничтожить Струп, Гея, Менделя Этого человека застрелили из пистолета Но до этого сильно избили Похоже, мужчина сдался на милость захватчиков Но те зверски пытали его Нехорошо, нехорошо, ребята Станция наблюдения 3 Последняя запись в журнале Автор инженер Гай Мендель Опять сломался главный передатчик А ведь я давно предупреждал о неисправности в системе Удивляюсь, как эта штука вообще может работать после стольких лет службы Когда Саладж сменит меня Пойду, посмотрю, что там стряслось И может... И можно ли, собственно, его починить Карта местности немножко обновилась Теперь у нас есть передатчик Мы знаем, где он И надо посмотреть, что с ним вообще-то случилось Набор улучшений Можно взять инструменты Хорошо Мы видим, что у нас есть 3 веселых двигателя Мы видим терру нового, на которое мы, собственно, летим 3 веселых двигателя располагаются довольно далеко друг от друга Два из них близко, один вон там, вдалеке Так Ладно, датчик должен быть где-то чуть поодаль нас Надеюсь, мы до него нормально доберемся По идее, он как раз сверху располагается Ну-ка, ну-ка, там кто-то есть Отремонтировать Связь между передатчиком и станциями наблюдения восстановлена Местоположение станции наблюдения отмечено на вашей карте Теперь у нас есть все станции наблюдения Вторая, первая И три реактивных двигателя Мы поедем к этой станции наблюдения И заодно посмотрим, чего же мы так испытывались И что находится снизу Видимо, это пушит Ладно Видимо, будет видно Надо узнать, что здесь произошло Потому что если мы не узнаем, что здесь произошло Все будет довольно-таки печально А пока что Пока что я понимаю, что вот это, походу, пушки Которые нам нужно Уничтожить Так вот в чем тут шутка юмора Ясно, понятно Это турели, которые высовываются через определенный момент времени А после приближения к ним Ауч Я думаю, что 4 часа у нас есть Так что Ну, в крайнем случае, через 4 часа Если я не успею его пообведывать Все эти местности Поразведывать То я думаю, что мне Светит упасть на Террунова Но я надеюсь, что я это сделаю намного раньше Поэтому Все будет хорошо Почему-то мне кажется, что где-то здесь может быть молотильщик Как вариант На слишком больших пространствах Как правило Они могут обитать Потому что Просто могут Может и не могут Ладно, ничего здесь не видно Давайте посмотрим Что же здесь вообще произошло Здесь станция наблюдения Еще одна, по сути И вот здесь вот что-то есть Следы Следы в пыли ведут На восток То есть куда-то вот туда Хорошо, сейчас проверим Сейчас проверим Так, низкий уровень навыка Опять-таки помощь И станция наблюдения 2 Последняя запись в журнале Главный инженер Мон Тойя Связь прервана У главного комплекса Приземляются неизвестные корабли Над горизонтом видны сполохи Точно утверждать не могу Но похоже на ожесточенную перестрелку Согласно протоколу защиты Привожу в готовность охранных дронов Помощи я не жду Пытаюсь выяснить, что случилось Круто Теперь у нас атакуют охранные дроны Просто замечательно Пришли спасти, называется, людей Попали, называется, в передрягу Гарус, как всегда, умер Ой, Гарус, Гарус Какой же ты самую малость Неудачник Чуть-чуть Оп Мы кого-то нашли И, видимо, это как раз-таки Похоже, он скончался от выстрела в голову Скорее всего, это работа снайпера В любом случае, убийца не удосужился обыскать труп При себе убитый Оставил все инструменты Амбиоусилитель Нехлохо Не зря прошелся сюда, скажем так Жалко, конечно, инженера Но Ему эта вещь все равно уже не нужна Так, а моя задача тем временем Проехаться здесь получше Главный комплекс Реактивный двигатель Ну, в главный комплекс мы еще съездим Я думаю, сейчас отключим Самую малость Здесь пару турелек Чтобы нам не было так плохо У нас здесь очень сильно покоцан Вы идете не в том направлении Вам нужно подойти к двигателям Ага Я помню Как я красиво уклонился Так еще и не один раз, лол Ауч Отлично Я прям профессиональный уклонист Так погляжу Ну, почти профессиональный лады Отлично Так То, что она уходит туда-сюда Это нифига не круто Черт Ну, сейчас на выходе я ее, думаю, поймаю Консоль входа здесь, к сожалению, закрыта Но мы все сделали, что надо Мы здесь убрали защиту Впоследствии нам это может пригодиться Пока что мы, в принципе, можем просто проехаться в нужном направлении А именно налево Вот сюда вот А вот там что-нибудь полезненькое найдем Ну, благо здесь ездить можно намного удобнее, чем мы ездили На прошлых планетах Где скалистая местность была прям-таки ужасная Здесь она довольно приятная В основном прямая И, собственно, особых проблем я здесь никогда не испытывал Мне это нравилось Да, я был прав, что надо поехать вот сюда Так Что у нас здесь располагается Сейчас мы поглядим Что здесь вообще, так сказать, интересного есть Сейф, отлично И, естественно, журнал станции Компьютеры содержатся в подробной списке содержимого наружных контейнеров Ничего интересного Оборудование для горных работ И детали для установки бытового городка Ваше внимание привлекает приписка В целях безопасности Взрывчатка перенесена в сектор 32-4-16 Карта местности обновлена И теперь у нас Я уже не помню, где эта штука находится Склад взрывчатки у нас находится вон там Чуть-чуть повыше То есть нам нужно на вот эту гору Я уже плохо помню, если честно Что здесь делать Я помню, что в любом случае мы спасем планету Но какой ценой, скажем так Вот этого я уже не очень хорошо помню Но тем не менее Склад взрывчатки мы как бы нашли Сейчас возьмем с собой взрывчатку Отлично И можем даже стрельнуть Чисто по приколу Взорвав, так сказать, здесь все и вся Вот, на самом деле мы просто взяли гранаты То есть ничего здесь такого нету По-моему Так, теперь наша Прямая задача Доехать по прямой Как-то смешно со стороны не звучало Но главная задача именно такая Собственно, наверное, вся миссия И будет заключаться в том Чтобы пройти вот эту всю Хренотень И уничтожить Всех захватчиков Кто захватил И сделал что-то не так С этим Несчастным, злосчастным астероидом Интересно, кто же это сделал И зачем, главное Ну, потому что двигатели Сами собой же запуститься не могли Причем уже понятно Что кто-то убил инженеров Которые Следили за этим астероидом Это значит, что Кому-то это было надо Итак, у нас здесь есть Один из Двигателей Который мы сейчас Обследуем в скором времени Пока что я к нему прикасаться не буду Здесь, естественно, нету Никаких залежей Насколько мне не изменяет память Потому что, ну, в принципе Здесь залежи не нужны Единственное, что здесь есть Это вот эти вот Мини-такие Пункты наблюдения Связь с которыми была утеряна Но мы ее, благо, восстановили И, соответственно, здесь есть Цели задания То есть Все двигатели Которые мы должны отключить Вот такие вот дела Так, мы почти доехали, собственно До Последнего Места расположения Исследовательского центра Такого Мини Пункта наблюдения Я думаю, сейчас мы Как раз туда доедем И все будет хорошо Так Здесь даже дверь выбило Отлично Взять все Посмотрим, что внутри Взять пенселин На трупе женщины Видны серьезные ожоги И следы от взрывной волны По крайней мере, ее смерть была Мгновенной Это доктор Хаймес Они нашли меня Проклятые батареянцы Я слышу, как они рыщут снаружи Хотят пробраться внутрь Похоже, они крепят что-то к двери Если я умру Скажите родным Что я люблю их Ну, собственно Теперь мы знаем Что это батареянцы Хотя С чего бы батареянцам Нападать на людей Вроде мы Никогда не враждовали В принципе Ну ладно Посмотрим Посмотрим, что вообще Здесь происходит И давайте начнем Потихонечку уничтожать Уже двигатели Точнее, не уничтожать Естественно А тупо их заглушать Но Суть вы, как говорится Поняли Суть вы, как говорится Поняли И это главное Первый двигатель у нас Находится, естественно Вот здесь, кстати Что-то рядом с ним Еще тоже находится Что бы это, кстати говоря Могло быть Потому что я Уже повторюсь Что я не совсем помню Хорошо Что здесь вообще есть И мне интересно узнать Что же здесь на горе Было такого интересного Вообще Очень красивые кадры На самом деле В игре Очень красивые кадры Ой Я прям вышел так Сразу В этом компьютере Много рабочих журналов И персональных записей Для маленькой Пиратской радиостанции Которой управляли Инженеры с X-57 Среди них Сохранились Так и Незаписанные Наброски рекламных Объявлений Радио не стоит На месте С 2182 года Пустота разъедает Ваш мозг Мы поможем вам Долететь до небес Настоящий крепкий орешек Вам Последний шанс Ваш последний шанс Услышать что-то стоящее В радиусе 300 тысяч Километров Весело И экранчик Можно включить Круто Но ничего интересного Там нет Зато теперь Мы слушаем радио Круто Мы включили радио Хотя бы Какой-то момент Его послушали Ну что ж У нас включились Орудия защиты В виде Парочки турелей Которые мы сейчас Будем с вами Обезвреживать Будем делать это Насколько возможно Профессионально И обезвреживать Соответственно Все турели В принципе В ощущении Что до этой Конкретной турели Мы Не достреливаем Но нет Дострелили Отлично И осталось Только зайти внутрь Припаркуемся Немножечко Сохранимся И побежали Сохранение Отлично Здесь по-моему Ничего вообще нету Единственное Что здесь Лежит Чей-то Труп Ладно Входим Ох не стал бы Я на вашем месте Мне надоедать Мне сделали Перегрузку Хреново Придется собачьих Пострелять Ребят Простите За такую Скажем так Относительную Жестокость Но Батареанцы Мне не предоставили Никакого Иного Выпора Так Сейчас кому-то По щам Надою Надо аккуратнее Прости Прощай Дружочек Так ладно Раз этот на меня Не вылезает Давайте Включим Броню Попробуем Найти Вот Того Красавца Так сказать Ну либо Пробежимся К этому Да Давай Отлично Минусы И это Тебе Не поможет Дружочек Моя броня Уже Намного Лучше Чем Ты Можешь Себе Представить И оружие Собственно Тоже Намного Лучше Чем Они Могут Себе Представить Ладненько Кстати говоря Насчет Броней Оружия Давайте Поднимем Себе Немножечко Уровень Боевая Броня Нет Мне это Не надо Ближний Боя Нет Здоровья В принципе Можно Штурмовые Винтовки Ну давайте Прокачаем Уже Потому что Мне в итоге Все равно Урон от штурмовых Винтовок Нужен будет Я ими довольно Часто пользуюсь Снайперские Винтовки Мне не очень Нужны Но Вот Все таки Штурмовые Винтовочки Мне обязательно Пригодятся Впоследствии По крайней мере Как видите Наши ребята Даже не умерли Это очень Хорошо Так Можем Открыть что-то Здесь И Возможно Отключение Отлично Да Предмета Кстати Уже Прям совсем Мало И вот Мы можем Здесь Отключить Двигатель Нет Ничего Сложного Двигатель Отключен Это были Вы Вы меня Слышите Кто Вы Что Происходит Меня Зовут Кейт Боуман Я Инженер Мы Должны Были Доставить Этот Астероид На Орбиту Терра Новы Вчера На нас Напали Батарианские Экстремисты Мне Удалось Спрятаться Похоже Они Знают Что Двигатель Отключен Какова Их Цель Я Не Знаю Но Если Вы Не Остановите Астероид Он Уничтожит Миллионы Людей На Терра Нове Если Узнаю Что То Еще Мне Пора Удачи Окей У Девушки Походу Проблема Надо Будет Сейчас Помочь Им Надеюсь Мне Удастся Их Вытащить До Того Как Что Пойдет Не Так По крайней Мере Двигатели Нужно Выключать Быстрее Кстати Насколько Я помню В определенный Момент Там По-моему Запустится Таймер Или Это Было Не Здесь Ну Короче Где-то В любом Случа Таймер Будет По идее Но Где Точно Я Какой-то Непонятный Сейв Пока Возьмем Все Быстренько Давайте Проглядим Что у нас В принципе Есть Цунами У нас И так Установлено Я думаю Что Есть Смысл Дать Цунами Еще И Тебе Дорогой Мой Друг Экипировать Давай Экипируем Тебя И Гарусу Тоже Дадим Что-нибудь Интересненькое Типа Вот Этой Винтовочки Также Гарусу Фу Гарусу 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 Рексу Также Рексу Надо бы Дать Что-нибудь Типа Дробовика Катаны Не Сильно Конечно Увеличивает Урон Но Тем не Менее Так Посмотрим Что у нас Здесь есть Полярная Звезда Или Что-то В этом Духе Все Остальное Хуже Окей Костюмов Для него Мы Все еще Не нашли К сожалению А вот Для тебя Костюмы Мы нашли Но Они Слабее Тих Что у Тебя Сейчас Есть Ясно Понятно Окей Тогда Все Переработать В Нигель Надо Будет По крайней Мере То Что Мне Нужно Будет Переработать Я надеюсь У меня Есть Такие Вещи Хотя Я их Если честно Не Вижу О Инструмент Как раз Таки Который Мы сейчас Нашли Он Лучше Чем Тот Который Есть У нас Он Шестого Уровня Все Таки Значит Есть Шестые Инструменты Это Очень Круто Ну В смысле Вещи Шестого И Выше Уровня Так же Как Например Здесь Есть Броня Дуэлянт Шестого Уровня Легкая Я Просто Покажу Не Очень Красиво Выглядит Если Честно Поставим Медведицу Белую В принципе Вроде бы Все Для Шепарда Тут Тоже Ничего Такого Нет Все То же Самое Что Обычно Ничего Интересного Есть Тяжелые Брони В принципе Здесь Тоже Для Шепарда Ничего Нет Надо Будет Как-то Попробовать Что-то Из Этого Переработать В Унигель Я Думаю Что Есть Смысл Перерабатывать В Унигель Вот Такие Вот Вещи Типа Улучшения Оружия И Модификации Для Оружия Которые У нас Довольно Ненужные Старые Полонию Патроны У нас Есть Даже Разрывные Патроны Все Четвертые Можем Переработать Шагательные Вольфрамовые Разрывные Так А стоп Что у нас там стоит Полониевые Патроны Полониевые Патроны Давайте Поставим Полониевые Патроны Улучшенного Типа У нас стоит Пятый уровень Ну ладно На какое-то время Нам этого хватит Я думаю Парочку положить Еще вещичек Сможем Так что Не будем Особо сильно Зацикливаться На этом Так Здесь к сожалению Все мертвы Никого в живых Не осталось Это очень плохо Но Что поделаешь Эй О господи Я не хотел Вас задело Одним выстрелом Меня не уложишь Извините Я не понял Что вы человек Пока Да Солдат Из меня Никудышный Я знаю Что вы напуганы Но я тут Чтобы помочь Капитан Шепард Войска Альянса Саймон Саймон Этвелл Главный инженер На этом астероиде Послушайте У нас нет времени Батареанцы Включили реактивные двигатели Нужно отключить их Пока мы не обрушились На Теранову Там 4 миллиона человек Шепард Я Моя семья там Они живут В Ароносе Мои дети И внуки Приятный городок Хорошие школы У меня нет времени Заниматься расчетами Что будет Если мы не остановим Астероид Длина Х-57 22 километра Вдвое больше Чем у астероида Который стер С лица земли Динозавров Это будет Как одновременный Взрыв Миллионов Атомных бомб Миллионов Жар будет Такой Что за тысячу Километров Сгорит Вся одежда Планету Поглотит огонь Ударная волна Сплющит Все На сотни Километров От взрыва Терра Нова Погибнет Шепард Не только Колония Вся планета Климат Радикально изменится Массовые вымирания видов Экосистема не восстановится за тысячи лет А может и за миллионы Если он упадет в океан Есть какая-то надежда? Будет еще хуже На сушу Обрушится цунами Сметая все на своем пути Со скоростью Несколько сотен километров в час В районе столкновения Испарятся миллионы тонн воды Всю планету покроет Толстый слой облаков Погибнут все растения Об экосистеме Сразу можно забыть Конкретных цифр назвать не могу Но поверьте Это будет настоящая катастрофа Непонятно Батарианские бандиты Жестоки Но они во всем Ищут выгоду Зачем им уничтожать планету? Что это им даст? Я слышал всякое Как из людей Делают рабов И обращаются с ними Хуже чем с животными Как пираты сжигают Дотла колонии Но чтобы так Конвенции цитадели Запрещают смещение астероидов Я не думал Что батарианцы До этого дойдут Так Далеко не все батарианцы Одержимы геноцидом Но эти Настоящие террористы Да Я понимаю Просто Просто сегодня утром Я был застигнут Врасплох тем Что произошло И что же произошло? Вы находились здесь Во время нападения Сколько вы видели батарианцев И где? Они высадились У главного комплекса Теперь он заблокирован Они сменили Код доступа Без понятия Что там происходит внутри Я видел Что к каждому двигателю Отправились группы бойцов Не могу назвать точное количество Но попотеть вам придется Вы не знаете Кто за этим стоит Кто у них вожак Возможно Это все прояснит Я слышал Как двое из них Упоминали какого-то балока Похоже Он у них главный Вроде бы Им не очень нравится Происходящее Но они его боятся И выполняют все Что он скажет Угу Повсюду батарианцы А мне нужно отключить Три двигателя Мне нужно знать Что-то еще Один из двигателей Окружен подрывными зарядами По прибытии на орбиту Террановы Мы собирались заняться Разработкой пород Я снабдил их Датчиками движения Ваш танк Моментально активирует их Так что придется Идти пешком Если подойдете Слишком близко Они взорвутся Идите медленно И будете в порядке Вы же сами их поставили Их можно деактивировать Отсюда Нет У входа в комплекс Есть ручная панель управления Это внутри зоны взрыва Можно отключить детонаторы оттуда И еще Перед атакой Недалеко от участка Работала группа инженеров Боюсь они в опасности Батарианцы безжалостны Я видел как они разбивают Скафандры у тех Кто работает в космосе Да еще варены Не похоже что они Питаются только падалью Где могут быть инженеры Они отправились Проверять оборудование По периметру Вы должны подключиться К башне передатчику На поверхности У вас на сенсорах Отобразится Местонахождение Станций оборудования Постараюсь найти их Но главная моя цель Это двигатели Да вы правы Главное Спасти Терранову Мои люди Мои люди Мои люди Мои люди Мои люди могут и подождать У главного комплекса Находилось много инженеров Но сейчас все они Вероятно Мертвы Или в заложниках У батарианцев Некая Кейт Боуман Связалась со мной по радио Батарианцы еще не нашли ее Кейти жива? Она одна из лучших Моих инженеров Записалась сюда с братом Кажется его зовут Аарон Он из службы охраны Рассмотрим худший случай Допустим Астероид мы не остановим Можно ли эвакуировать колонию? Эвакуировать? Шепард Чтобы колония так разрослась Потребовалось 30 лет Уверен Они перевозят людей В удаленные зоны Но им ни за что не удастся Увести с планеты Более нескольких тысяч человек Нам просто не хватит кораблей Ни у кого столько нет Ну может у кварианцев Но они вряд ли появятся Тут неожиданно И помогут нам Зачем вообще вам нужно было Перемещать астероид? Мы хотели доставить его Поближе к Теранове Добыть полезные ископаемые А потом сделать из него Орбитальную станцию Нам не придется доставлять Необходимые материалы На орбиту А полученные минералы Полностью покроют затраты Что вы можете сказать о Кейт? Очень умная женщина И смелая Надеюсь она хорошо спряталась Если ее найдут Ах Кейт Лишь бы ты не сделала Никакой глупости Вам лучше где-нибудь Затаиться Если батарианцы вернутся И найдут вас Да Я и сам так подумал Толку от меня немного Удачи Шепард Ну вот Теперь мы снова герои Ля-ля-ля-ля-ля Ладно На самом деле Следующие будут заминированы Так что это хреново И нам придется Аккуратнее продвигаться И все в этом духе В общем-то У нас проблемы Ладно Там как раз Вот эта вот часть Заминирована Я могу конечно ошибаться Но Насколько я помню Это именно так Естественно на всякий случай Я сохранюсь Так Ну что ж Один двигатель Слышите Надеюсь радио работает Чертва штуковина Послушайте Слишком фонит Посмотрю Можно ли ее наладить Не теряйте времени Продолжайте идти Продолжаем вроде как Внимание Грунтовой радар Сообщает о наличии Противотранспортных зарядок Продолжайте путь пешком Я вот чего не помню Это собственно Можно ли Внимание Грунтовой радар Сообщает о наличии Противотранспортных зарядок Продолжайте путь пешком Ау Так вот Я не помню Можно ли это пройти Аккуратно Нельзя Ясно понятно Я специально сохранился Как бы перед тем Как это сделать Поэтому Как бы да Внимание Грунтовой радар Сообщает о наличии Противотранспортных зарядов Продолжайте путь пешком То есть Действительно Отсюда идти пешком Если мы подходим Близко Какой-нибудь хрени То Будет опасность взрыва Соответственно Вот они Так что Нужно быть действительно Аккуратными Так как у нас Большой транспорт был Естественно Мы Все подвержены Взрывам Всему прочему И Нас только что Кинули ракетницы Чуть-чуть Самую малость Охренели Дорогие мои друзья Прям сильно Охренели мои дорогие друзья Так Гарус Как обычно Ничего удивительного Ничего удивительного Я уже привык Такого они мне уже сделать Не могут Но видите Они все равно Перебегают Из Какого-то места В другое место И все время Назойливо Досаждать Хотя это не имеет Особого смысла Никак Поэтому как-то так Вот Мины деактивированы Можно спокойно Заехать Теперь Наконец-то Сюда На нашем транспорте Гарус Идиотина Почему ты все время Умираешь И уже Спокойненько После того Как мы заедем На нашем транспорте Уже спокойненько Отсюда уехать К чертям Что мне бы не хотелось Лишний раз Бежать Вот так вот Ну я понимаю Что в любом случае Сюда пришлось бы Бежать за транспортом Но Тем не менее Так было сделать Все-таки проще Сейчас я побегу За транспортом Чем Блин Чем потом Потому что Сейчас я за ним прибежал Сел Поехал А потом Мне будет Лень То же самое Делать Как всегда Дорогие друзья Сохраняемся И Заходим внутрь Так Ну что ж Я думаю На самом деле Что мы с вами Продолжим Все это дело Уже в следующей серии Ну а для этой Вполне Себе хватит Выживу ли я здесь Или нет Вы узнаете В следующей серии Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok